Приветствую вас и речь идет о том, как мужчина относится к своей жене, то есть, речь идет о том, как женщина поставила себя в отношениях с мужчиной, как женщина позиционирует себя по отношению к мужчине. И речь идет, по сути дела, о том, как женщина сама к себе относится. Потому что мужчина, он никогда не будет менять то, что ему выгодно, то, что ему удобно, то, что его устраивает в той или иной степени. И мужчина никогда не станет вести себя как-то иначе, как-то по-другому. Мужчина никогда не будет делать так, как неудобно ему, если для этого нет какой-то, вот знаете, нужды, необходимости, если для этого нету мотивации, стимула, понимаете? Мужчина никогда не будет действовать именно в ущерб себе и, в общем, таким образом. И это нужно понимать. То есть, вы изначально оставили себя так, что вами можно, к вам можно, точнее, так относиться. То есть, с вами можно десять лет не спать, можно иметь любовницу, совершенно спокойно. Ага, значит, ну, наверное, по сути, ничего не делать по дому. Не помогать, не помогать вам по дому и так далее. И вы при этом будете с этим мириться. Вы при этом будете ждать, когда мужчина уйдет. А он не уйдет. Потому что ему так хорошо. У него есть где спать, у него есть где жить, у него есть где, где он может побыть, там, ну, не знаю, с собой, где он может побыть, там, в безопасном месте и так далее. То есть, мужчинам все устраивает. А любовница — это так. Просто, знаете, любовница — это так, просто вот, поразвлекаться. Понимаете? Ну, ненадолго. То есть, это такое развлечение, знаете, вот, мимолетное, мимолетное развлечение, я бы сказал. Очевидно, что любовницу он не любит. Очевидно, что жить с любовницей он не хочет. Очевидно, что любовница не вызывает у него доверия сколько-нибудь, ну, адекватного. То есть, такого вот прямо доверия, чтобы он прям вот стал с ней жить, чтобы он начал с ней жить, да. Такого доверия она у него не вызывает. А вам? Ну, вам доверять он может. И он вам доверяет. И это доверие проявляется в том, что он живет с вами. Спит не в прямом смысле этого слова. Что он же с вами. Как бы... Возвращается он всегда к вам. Понимаете, то есть, я не думаю, что здесь вот люди говорят о том, что у него может быть, ну, чувство долга, вот, и так далее. Знаете, я не думаю, что у него есть чувство долга, потому что мужчина, он поступил не в самый лучший образ, в смысле, отношясь с неуважением к вам. Понятно, что вы так себя поставили, понятно, что вы так себя позиционировали, что с вами можно так поступать, это понятно. Но чувство долга у него, ну, мне кажется, мне кажется... нет, оно у него отсутствует, потому что нельзя с таким отношением, нельзя с таким поведением, ну, руководствоваться чувством долга. На мой взгляд, это... На мой взгляд, это своего рода предатство. Вот. То есть, если мужчина вот вам говорит, что он из чувства долга с вами, ну, это лицемерие, по сути. То есть, он изменяет вам в любовнице, при том, что вы о ней знаете для себя, а оскорбляет вас своим присутствием из чувства долга. Нет, я не думаю, не думаю, что это так. Знаете, любовницу заводят, как правило, из-за чувства неудовлетворённости, и любовницу, как правило, заводят из-за чувства, ну, из-за чувства недостаточной реализованности, скажем. Это, конечно, да. Это, конечно, так и есть. Вот. Ну, так получается, думаю, что мужчина просто не будет отвечать за свои слова. Получается, что мужчина просто не способен взять ответственность за себя в этой ситуации. Вот. Ну, а вы, вы тоже не способны взять на себя ответственность в этой ситуации. Так же. Понимаете? Вот. То есть, вы очень здорово, очень сильно похожи на созависимую такую пару, где и вы держитесь за мужчину, не можете от него уйти, и не можете его, ну, как бы, отдалить от себя окончательно. И он не может принять выбор, потому что, не может, не может взять ответственность за себя, потому что тоже там что-то, ну, может быть, боится, что с ним что-то случится, может быть, боится, что с любовницей не получится, потому что возвращаться будет некуда. Вот. Вот. То есть, я так понял, что... вам уже, вам не двадцать пять, да, и, как бы, мужчина, ну, негативно воспринимает возможные последствия того, вот, что... с нами может происходить. С ним может происходить. Вот. Соответственно, его реакция, она более чем понятна, она более чем адекватна. Он думает о себе, он думает о себе, он думает о том, как ему защитить себя, он думает о том, как обезопасить себя, вот. Ну, и совершенно очевидно, что если вы позволяете, если вы позволяете действовать так, ну, он и будет соответственно действовать так. Просто потому, что вы ему позволяете. Понимаете? А почему он не уходит от вас? Почему, что им движет? Можно гадать очень долго. Другое дело, что, как вот вам сказал мой коллега, а, что можно проанализировать, почему. Почему, вот, мужчина, да, почему он, вообще, у него любовница появилась. С чем это связано, что у него любовница появилась. И можно гармонизировать отношения. Попробовать дать ему то, что он хочет, то, что ему нужно. Понимаете? Вот. И тогда, и вы будете довольны. И он будет доволен, в общем-то, потому что он получит то, что ему нужно, то, что он хочет. И проблема, как бы, уйдет сама по себе. Проблема растает сама по себе. Но для этого, для этого, опять же, нужно, нужно работать. Для этого, опять же, нужно, нужно взаимодействовать с психологом. Для этого нужно анализировать ваши проблемы. Потому что они есть. Они определенно есть, и они сами по себе не уйдут. То есть, вы для себя, сначала, ответьте на вопрос. Вот. Вопрос. Такого плана. Вы готовы, своего мужа, вообще-то говоря, например, принять после всего того, что он сделал? Вы готовы его простить? Если да, то нужно работать. Нужно менять ваше поведение по отношению к нему, его поведения по отношению к вам, и так далее. Ну, для начала, для начала, конечно, ваше поведение по отношению к нему, чтобы он увидел, что вы решили что-то поменять. Чтобы он увидел, что вы и решили побороться немножечко за отношениям. Соответственно, если вы не готовы принять человека, если вы не готовы его простить, то я думаю, что правильно будет, если вы просто закончите эти отношения и всё, если вы просто перестанете в них быть, потому что они не дают вам возможности жить дальше, они задевают ваше самолюбие, да, будем честны, они понижают вашу самооценку, опять же, вот, и заставляют вас быть постоянно в нервном состоянии, в нервном переживании, что, естественно, никак вам на пользу не идёт, ну, потому что вы в стрессе и никакого наслаждения и удовольствия от жизни вы не получаете и не можете получить это невозможно. Пока вы в этой всей ситуации крутитесь. Вот так. И вам нужно сделать выбор, в какую сторону вы двигаетесь. сделать выбор, а дальше уже, дальше уже будет, собственно, понятно. А что мешает вообще вам этот выбор как-то вот реализовать? что мешает вам ваш выбор, ну, предварить в жизнь, понимаете, да? Вот. Что мешает вам привести его в действие, при том мешает вам его в жизнь, значит, сделать его реальностью своей. Вот. Вот. Подумайте об этом. Подумайте в этом направлении. Как следует. И вот тогда, когда вы примите это решение, когда вы его примите, когда вы определитесь с ним, тогда можно будет говорить о том, что вам мешает, что вам мешает его реализовать. Вот. Вот. Какие, ну, действия, какие препятствия стоят на пути к тому, чтобы как-то вот вы могли бы, ну, вы могли бы своим поведением, да, наличие выбора своего подтвердить. Вот. Вот. Это работа. Это работа. И с этой работой нужно справляться. Тут работа с психологом нужна. Понимаете, в чём дело? Сами по себе проблемы, к сожалению, не исчезнут. Это невозможно. У вас с вашим мужем проблемы давно. И, ну, не первый год уже. И нужно разбираться, с какого момента эти проблемы начались. Из-за чего, какое ваше отношение к этому, ну, к проблеме, какое у него, почему, понимаете. То есть, всё вот это вот нужно разбирать. И, да, будет понятно, будет понятно и поведение мужчины, и ваше поведение. И где вы подавляетесь себе, где вы не позволяете себе быть собой, где вы не позволяете себе быть естественной, где вы не позволяете себе свои желания проявлять и так далее. То есть, то есть, все вот эти вот моменты нужно будет выяснить для того, чтобы вам, опять же, помочь. Для того, чтобы вы могли из этой ситуации выйти. В любом случае. То есть, вам в любом случае нужна консультация с психологом хотя бы, ну, несколько раз. Потому что вы в этой ситуации застряли. Вы дальше не идете. Вы застряли в ней, и вы в ней находитесь. И она вас гложет, она вас убивает, она вас мучает, эта ситуация. Понимаете, да? Вот. Вот. И сделать вы ничего не можете. Пока. 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 Пока вы сделать ничего не можете. Вот. Ну, сможете. Обязательно сможете сделать что-то. Если проанализируете, то это с вами происходит. Допустим, вы всю свою жизнь, например, терпили, ну, подавляли себя. Вот. Привыкли это делать, себя подавлять. Ну, так теперь нужно учить другому себя вести. Для этого нужно сперва изучить мотивацию. Чего вы хотите. Ради чего вы себе себя подавляли. Ради чего вы вредили себе. Зачем. Какой целью. Понимаете, это все очень важные моменты. Ведь жизнь, она большая. И ваша модель поведения, которую вы, ну, вот, которую вы продвигаете сейчас, да, которую вы, вот, ну, взяли на вооружение, скажем так. Она, ваша модель поведения, формировалась, ну, долго. Потому не нужно думать, что, поняв поведение мужчины, поняв, почему он, вот, так поступает, да. А, у вас тут же решатся все проблемы. Нет. Не решатся. Потому что, ну, вы лучше его поймете, а толку-то. У вас как были проблемы, у вас как была неудовлетворенность. Да, она так и осталась. И что изменится? Ничего. Абсолютно. Все будет так же. Вот. Поэтому, набирайте решимости. Вот первый шаг вы уже сделали. Да. Ага. Первый шаг вы сделали. Значит, этот первый шаг, он заключается в том, что вы обратились на наш сайт. То есть, проблему вы уже, как минимум, осознали, да. Увидели, что, ну, вот, куда-то не туда движется вся эта ситуация, да. То, вот, выходит она за предел, так скажем, дозволенного, да. Вот. Вот. Ну, вот правильно. Теперь, следующий шаг нужно делать. Ах, какой следующий шаг? А следующий шаг, это уже подробный разбор того, что с вами происходит. Подробный, подробный разбор тех моментов, которые привели к этому. Вот. Так, я думаю, и нужно будет вам поступать. Убирайте любого, любого эксперта на нашем ресурсе и работайте с ним по данному направлению. Ну, а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Смотра.